Друзья, всем привет! Я решила снять такое видео о парфюмах, которые, знаете, пахнут так статусно, дорого, громкие парфюмы, с которыми вас услышат, вас узнают. Вот я себя лично в них чувствую вот на высоте, знаете, они мне придают уверенность. Многие из них я не могу вот просто носить там с каким-то платьем, да, шортами, майками. Вот для меня многие из них это именно пиджаки, такие юбки, карандаш, туфли, блузки, вот как-то так, да. И вот когда я их наношу, вот я чувствую себя вот как-то статусно, знаете, дорого, пафосно. И вот лично для меня эти ароматы вот именно про это. И первый аромат это от Tom Ford и называется он Rose Prick. Так аромат в принципе про розу, здесь заявлено несколько роз, здесь по-моему болгарская роза, по-моему майская роза. В общем аромат в принципе про розу, а также здесь есть специи, здесь есть куркума. И вот вы знаете, лично для меня это аромат не про розу, я ее здесь не слышу. Вообще я розу в принципе не очень люблю в парфюмерии, но если она красиво сделана, то я могу носить такие парфюмы. И вот у меня их кстати несколько именно с розой. И вот лично для меня этот парфюм очень-очень такой пудровый, вот как будто бы это какая-то, вот почему-то стоит именно розовая пудра перед глазами. Я не знаю, возможно это из-за розового флакона или что, но вот пахнет такой какой-то супер розовой пудрой, вот куча пудры. На старте он такой какой-то спецевый, немного такой ядреный, но вот эта вот ядреность очень быстро уходит в такую какую-то мягкую, немного ванильную пудровую базу. Пахнет как-то так. Я не знаю, шлейф у него супер и стойкость у него тоже очень даже неплохая. Я помню, я его тестировала первый раз в магазине, нанесла вот сюда на року, ушла из магазина и был знаете такой ветерок, было как-то тепло, вот влажно и шел дождик. И я очень сильно слышала шлейф этого парфюма и вот прям слышала вот эту какую-то такую дорогую пудровость. Знаете, это не косметическая какая-то пудра там, потому что косметическая пудра, она немного звучит как-то так дешевенько все-таки, ну вот что-то такое. А здесь это вот, не знаю, вот какая-то пудра, и именно не женская, а вот такая вот, ну вот этот парфюм будет звучать красиво и на мужчине, и на женщине. То есть это как бы хороший юнисекс, и вот пахнет как-то так, очень такой он какой-то дорогой, статусный. Вот когда я его наношу, вот чувствую, что я, не знаю, в какой-то VIP-компании, что я иду на какое-то мероприятие, какое-то собеседование, где вот такие какие-то богатые люди, большие шишки. Вот не знаю, вот для меня пахнет это как-то так. Так, ношу его редко, именно вот из-за этого, потому что носить мне его некуда, и вот из-за того, что он вот такой статусный, не могу его носить каждый день. У меня вот такая малютка, здесь 30 мл, мне достаточно, буквально один пшик, и больше мне не надо. Очень люблю этот парфюм. Следующий аромат называется Gentle Fluidity Gold, и это от Maison Francis Kirk & John. Это такой нашумевший аромат, он, по-моему, уже у всех есть, он супер такой женственный, и он звучит очень дорого. Опять же, знаете, я его не могу носить каждый день, и вот, кстати, я его берегу, смотрите, как у меня уже потемнела жидкость. Мне его муж дарил, по-моему, в 19-м году, если я не ошибаюсь. Я влюбилась в него с первого вдоха, он такой сладкий. Вот, кстати, мне очень трудно всегда его описать, потому что он ни на что не похож. Это такой, знаете, тоже узнаваемый парфюм, он пахнет ванильно, сладко, здесь есть амбра, и пахнет какими-то такими, знаете, ягодами. Здесь есть какая-то ягодность на старте. Очень приятный, шлейф прекрасный, стойкость прекрасная. Я, кстати, сегодня в нем, он мне очень-очень сильно нравится, очень такой женственный, вот прям женственность во флаконе, очень сладкий такой, и очень вот дорогой звучит, очень дорого. Прекрасный аромат, такой мягкий, нежный, очень сильно его люблю, у меня с ним очень много воспоминаний таких приятных. И вот говорю, я его берегу, храню, не хочу вот его наносить много. Да, его в принципе, вот говорю, и не надо, вот я делаю там два пшика, мне достаточно. На одежде он сидит, конечно же, лучше, намного дольше. И вот когда я его надеваю, вот когда мы больше выходили в люди, вот до всего вот этого, то, что произошло, да, вот люди вот слышали вот этот аромат и все время оборачивались, и смотрели, и говорили мне, что это? То есть, что на тебе такое, и мужчина, между прочим, и женщина, вот как-то так. Я всем девушкам его советую, и считаю, что он должен быть у каждой девушки в ее коллекции. Следующий аромат, это новинка в моей коллекции, не знаю, как я жила без него до этого, пока я его не послушала, и это Blue Turquoise от Armani Prevee. Вот такой вот флакон, очень красиво выглядит, очень пафосно, очень дорого, и вот на самом деле точно такой же аромат. Очень стойкий, блин, ребята, он вот держится, вы знаете, больше суток, вот, я не знаю, идешь в душ, он держится после душа, ложишься спать, его слышно на следующее утро. Ну, это просто какая-то сказка во флаконе, и это такая соленая ваниль, уже говорила не раз, я, наверное, прозудела вам все уши вот с этим ароматом, у меня сейчас с ним запой. В общем, аромат про соленую ваниль пахнет чем-то таким морским, морским ветром, бризом, морским песком, морскими камнями, солнцем, летом, так пахнет СПА, так пахнут кремы от СПА, и вот пахнет именно очень дорого, понимаете, здесь вот есть в нем что-то такое, что цепляет, и вот пахнет именно дорого. Очень дорогое такое у него раскрытие, очень тоже такой статусный, не знаю, замечательный парфюм, звучит идеально и на мужчине, и на женщине, и я его очень сильно люблю. Если вы можете где-то его найти, протестировать, вот, пожалуйста, сделайте это, послушайте, я уверяю вас, что он вам очень понравится. Следующий парфюм, который у меня пока что в отливанте, к сожалению, и я в него влюбилась, это «Любовь с первого вдоха», я уже говорила сто раз тоже о нем на своем канале, вот хочу приобрести флакон, жду, не дождусь, когда вам покажу вот эту вот красивую бутылку. Это Nexus от Zerja, аромат про табак, аромат про ваниль, и лично для меня про черешню. Черешня в нотах не заявлено, здесь в нотах корица, лаванда, по-моему, даже какие-то цитрусовые ноты, если я не ошибаюсь, ваниль, и вот табак. Табак очень мягкий, не вонючий, не сигаретный, это не табак, а ваниль от Tom Ford, это вот что-то особенное, очень мягкий такой нежный ванильный табак, и вот в шлейфе постоянно слышу вот эту черешню. Не знаю, вот я заметила очень часто, корица и какие-то специи с табаком выдают именно ноту черешни. Офигенный аромат, стойкость прекрасная, шлейф тоже прекрасный, очень люблю его именно в теплую погоду, сейчас у нас жарко, так знаете, влажно, и вот мне нравится, люди говорят, что он там их душит, они носят его в холодную погоду, но я такая, что я могу носить любые ароматы в любую погоду, то есть на меня это особо не действует. В принципе, да, есть, конечно, такие супертяжелые, которые я не могу носить в теплую погоду, но в основном вот может быть в 8, знаете, там утра, и я вот встала, хочу там, к примеру, нанести томфор, табака, ваниль, но вот я им и подышусь, понимаете, вот как-то так. И вот, да, аромат опять же такой очень дорогой, идеальный юнисекс, красиво на мужчине и на женщине, и вот, говорю, звучит дорого-богато. Не знаю, вот когда я его ношу, вот прям я такая, знаете, вся из себя цата. Следующий аромат, который я очень сильно люблю, это Rich Trader Intense Café от Montal. Я тестировала оригинальный Intense Café, для меня это не то. Аромат, конечно же, про розу такую манталевскую, маслянистую, такую густую, прям, знаете, и про кофе, да, вот ваниль, кофе, сахар. Вот я тестировала Intense Café, и, кстати, тот аромат такой супер шлейфовый, буквально один-два пшика, и все, просто умрет вокруг все вас, да, суперстойкий, убойный. Но для меня там вот именно такая сладкая водица. Это вот, знаете, такая какая-то сиропная роза, вот просто роза и сироп, вода такая, да, вот с сахаром. А здесь вот именно кофе, то есть там я не слышала кофе. Здесь вот именно кофе, даже такой, как будто бы капучино с розой, вот с молоком, с пенкой, с сахаром, с ванилью. Очень убойный аромат, вот пахнет буквально отсюда. И вы знаете, что я обратила внимание, вот что происходит с этим ароматом? Вот если тепло, это такой аромат, знаете, хамелеон. Вот это лично то, что заметила я. Вот если тепло, слышно именно кофе. Вот кофе, кофе и кофе. Вот если прохладно, хоп, вылазит роза. И вот прям такая, знаете, нежная такая сладкая роза. И я даже делала эксперимент. У меня было жарко на улице, а дома работал кондиционер. То есть дома прохладно, да. Вот я нанесла его дома, и вот пахнет больше розы. То есть кофе я не слышу. Вышла на балкон, посидела буквально там 3-5 минут, и вот кофе, вот как будто бы на меня вылили кофе, такой с пенкой, сладкий, молочный, ванильный. Вот пахнет именно так. Это, кстати, Extray the Parfum, то есть это экстракт, это не парфюм. Но вы знаете, что я заметила? Этот аромат стойкий, но лично не такой стойкий, как именно Intense Capes. Там вот все-таки стойкости больше. И я слышала такую версию, что вот экстракты, они в принципе стойкие, но они не такие шлейфовые. Вот почему-то так. Кто-то мне сказал, что обычно в обычном парфюме там как бы спирт, да, вот эта вот алкогольность, а здесь это в основном масла, и вот видимо масла они не так шлейфят. Они могут сидеть долго, но они видимо не так шлейфят, чем вот парфюм, где есть спирт. Я не знаю, если это правда. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, если вы что-то слышали про это. Но вот кто-то мне вот так вот сказал пару раз в комментариях. И этот парфюм очень такой маслянистый, вот прям течет масло. Я его не наношу на одежду, я не пыталась, не тестировала, потому что я боюсь испортить ее. Но вот на коже вот брызгаешь, вот прям течет это масло, и я вот, знаете, так его растираю. Вот обалденный аромат. Опять же, звучит очень дорого. Такое, знаете, вот хотите кого-то удивить, вот вы пришли там, я не знаю, куда-то в новое место, да, и вот все там люди новые, вы никого не знаете, и вот вы хотите себя как-то показать, удивить. Вот это вот. Следующий аромат от The House of Wood, и называется он Never Ending. Вот в таком красивом флаконе эти флаконы все расписаны вручную, то есть у вас никогда не будет идентичный флакон. Да, он будет выглядеть в принципе так же, будет похож, но вот рисунок один в один не будет точно такой же. Аромат не мимишный, вы возможно думаете, что это какая-то мимишность во флаконе, так же, как и я думала, типа какая-то сладкая вата, какие-то ванильки, гурманика, нифига, ничего подобного. Аромат про специи, аромат про замшу и про какую-то сладость, такую вот ванильность, наверное, даже. И вот так же здесь есть какая-то такая копченость немного, какие-то такие копченые нотки, древесность, знаете, вот что-то такое. Пахнет как-то так, аромат звучит дорого, звучит красиво на мужчине и на женщине, и вот у него есть какой-то статус. Вот вы его наносите, и вот есть в нем какая-то такая, ну не знаю, вот статусность, вот статус. Вот вы хотите выделиться, вы идете на какое-то мероприятие, вы идете на собеседование. Вот у меня стоит перед глазами, знаете, такой большой стол, идет собеседование. Все пришли в пиджаках, да, и вот какие-то серьезные разговоры, такие вот серьезные люди, и вот на вас вот этот вот парфюм, вот слышу вот так. Для меня это даже немного, как будто бы, вот знаете, когда жаришь маршмеллоу на огне, и вот костер, огонь, ванильные такие какие-то отголоски, и вот слышно такую замшу немного, кожу, вот пахнет как-то так. Офигенный аромат, ни на что, как по мне, не похож. Говорю, опять же, очень статусный, если где-то можете его протестировать, протестируйте. Стойкость, как по мне, у него не очень, и шлейф у него все-таки такой не очень. Все-таки он сидит близко к коже, и ну вот лично для меня так. Да, в холодную погоду он, конечно же, звучит намного лучше, но вот в теплую он съедается именно кожей. Следующий аромат это Poets of Berlin от Villain Perfumery, и я очень сильно люблю его. Это такая, знаете, необычная ваниль, аромат про ваниль, зелень. Здесь очень сильно слышно такие зеленые ноты на старте. В общем, это зеленая ваниль такая с деревяшками. По-моему, здесь есть или кедр, или сандал. В общем, пахнет деревом, и знаете, вот даже пахнет, вот есть в нем какая-то немного алкогольность, вот как будто бы это бочка с каким-то таким, не знаю, ромом, виски. Вот как-то так, я не знаю, я почему-то слышу здесь именно такую пропитанную бочку алкоголем, и вот эти зеленые нотки на старте. То опять не похож, но, к сожалению, сидит близко к коже, не шлифит, зараза, надо им поливаться, и как бы, ну, блин, он не дешевый, да, это не бюджетный парфюм. Вот жалко, что надо наносить его много, но если вы сделаете где-то там, не знаю, ну, 5 пшиков, люди услышат, все будут спрашивать, что это, комплименты сыпятся, потому что аромат, говорю, очень такой необычный, он особенный. Он также нравится моему мужу, и он говорит, что аромат действительно такой, ну, вот достойный, знаете, вот он говорит, что он необычный. Звучит очень дорого, очень сексуально, очень красиво, как на мужчине, так и на женщине, и всем его советую. Следующий аромат от моего любимого дома, это Zergev, Herbopura. Аромат очень статусный, тоже говорила про него много раз в своих видео. Аромат про фрукты и про мускус. Не раз уже говорила, что похож на Kirky от Tiziana Terenzi. Если вам тот аромат не нравится, то, возможно, этот будет также не для вас. Но вы знаете, мне вот тот аромат не нравится, но вот здесь для меня мускус более такой приятный и более тихий. Если тот аромат такой супер громкий, то здесь вот эту вот громкость, знаете, так немного уменьшили. Но все равно мускус очень-очень похож. Также для меня здесь пахнет немного такой какой-то шипучестью, вот как будто бы это какой-то такой фруктовый дринк шипучий, фруктовая конфетка шипучая, вот пахнет как-то так. Шлейф просто на километры, нужен буквально один микропшик, не больше. Держится целый день. И вот говорю, вы зайдете в какое-то помещение с этим парфюмом, и люди будут все знать, что вы там, что вы здесь, вы вот такая вот фифа, да, и вот все будут оборачиваться, будут спрашивать, что это на вас. Звучит очень дорого, лично для меня. Мне кажется, что это такой очень дорогой аромат, очень красивый. И если хотите фрукты такие летние, свежающие, попробуйте вот это вот. У меня осталось здесь еще два аромата, и, конечно же, я не могу не поговорить вот про этот вот аромат. Это Moonlight in Heaven от Kellyan. Очень мне нравится этот синий флакон, такой какой-то вот смотрю на него, и он просто завораживает, не знаю. Аромат про манго, рис, кокос. Знаете, это вот в принципе по нотам гурманика, но вот когда его вдыхаешь, ну, не знаю, мне не хочется его съесть. Для меня это не гурманский аромат, а здесь также есть ветивер. Очень хорошо здесь слышу кокос, ветивер. Ветивер дает такую какую-то свежесть ему, немного одеколонность, и вот немного-немного есть такая какая-то лактонность. Аромат, как по мне, ни на что не похож, хотя многие его критикуют, говорят, типа, что это за фигня, за такие деньги, ничего особенного. Но я так не скажу, для меня он звучит особенно. Я вот, я как бы люблю его носить, но не люблю его наносить, потому что он нестойкий. Я как бы не хочу его использовать. Да, вот я пытаюсь его так сильно не тратить, потому что аромат все-таки небюджетный, он дорогой, и поливаться им за такую сумму я бы не хотела. Делаю минимум 5 пшиков, когда его наношу, потому что иначе, но я его на себе-то как бы слышу, но вот остальные его не слышат. А я люблю получать комплименты на свои парфюмы, поэтому ну вот как-то вот так вот. Слышу его где-то 4-5 часов, ношу его в теплую погоду, потому что для меня это лично такой аромат для теплой погоды. И звучит вот опять же очень дорого, у него какое-то такое дорогое раскрытие, очень как-то статусно, опять же пафосно, идеально опять юнисекс, звучит красиво и на мужчине, и на женщине, и я очень сильно люблю этот аромат. И последний аромат у меня опять же от этого дома, от Killian, и это Black Phantom. Я поначалу просто возненавидела этот парфюм, это такая гурманика, здесь горький шоколад, здесь карамель, сандал, гелиотроп, миндаль, в общем все такие, знаете, вкусные ноты. И я вот когда читала на фрагрантике ноты, отзывы, вот думала, блин, это, наверное, будет идеально такая гурманика, и это будет любовь просто с первого вдоха. Я его тестировала в магазине, он меня очень сильно оттолкнул, мне он показался очень таким мужским, я здесь услышала пачули, для меня это был такой вот, вот как флакон, черный такой, темный, вот аромат для меня был точно такой же, темный, тягучий, очень такой мужской, землянистый какой-то. Я, в общем, он мне совсем не понравился, и не могла вот услышать какие-то отдельные ноты, вот шоколад там или вот что-то такое, ничего не слышала, просто вот какая-то черная такая темная фигня, и все, и больше ничего. Потом я как-то решила приобрести все-таки от Левант, разносить его, и я его разносила, поносила и в холодную погоду, и в теплую. И вот все-таки в теплую он мне нравится больше, он более такой какой-то теплый, более мягкий, более пушистый, а вот в прохладную погоду он очень такой становится пудровый. Здесь есть гелиотроп, который придает вот эту пудровость, и вот в базе именно слышу очень хорошо сандал, миндаль, немного вот шоколада или кофе, что-то такое, и вот очень-очень много гелиотропа. Вот в холодную погоду именно так. Но вот даже, знаете, в теплую погоду он все равно такой пудровый, вот лично я слышу эту пудровость. И вот для меня это аромат такой про, знаете, вот прям, наверное, даже шоколадный ликер. Здесь, кстати, также заявлен ром в нотах. Вот на старте слышу чуть-чуть немного кофе, такого горького, потом это горький шоколад с карамелью, ром, вот прям пахнет именно таким шоколадным ликером, знаете. А потом вот слышу немного миндаля, гелиотроп и сандал, деревяшки, вот прям такие деревяшки. Очень его сейчас люблю, упиваюсь им, муж у меня его тоже любит, постоянно носит. Но вот лично для меня не хватает громкости. Я не знаю, если его переформулировали, уже не раз говорила, у меня это парфюм 21-го года, и я думаю, что все-таки его переформулировали. Насколько я знаю, у него раньше был немного другой флакон, крышка была такая черно-серая, по-моему. И вот люди все говорили, что буквально один пшик, и больше не надо. То есть супер шлейф. Я им поливаюсь, не знаю, я делаю 3-5 пшиков, для меня это много. И ну вот так вот сидит близко к коже. Кстати, с мужа я его слышу, в такую и прохладную погоду, когда мы в машине сидим, то есть я с него слышу. Но вот себя я его слышу, но вот сидит как-то лично на мне он тихо. Комплименты я на него не получала, поэтому не знаю, ничего не могу сказать. Но для меня, говорю, он тихий. Очень вкусный парфюм, и опять же звучит очень дорого. Это такая, знаете, дорогая, сложная гурманика, не опять же сладкая водица, которую налили, не знаю, в пластиковую баночку или что-то такое. Очень дорого звучит. Друзья, это будет все. Спасибо, что посмотрели это видео. Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, мне будет интересно почитать, как всегда. И увидимся с вами в следующем видео. Всем пока-пока.